Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений области приняли участие в более чем 14 тысячах расследований. Среди них 6 тысяч осмотров мест преступления. Журналисты узнали о видах проводимых экспертиз. Наиболее значимой по-прежнему считается физико-химическая. Она позволяет проводить исследования наркотических средств. Важная роль в работе центра отведена экспертно-криминалистическим учётом. Их более восьми видов. Также Павел Кремень рассказал о работе ДНК-лаборатории. Пять лет назад открылась лаборатория ДНК-анализа, которая сейчас ведёт ключевую роль по расследованию тяжких, особо тяжких преступлений, связанных в основном с насильственными действиями, грабежами, разбойами, убийствами. Это большое подспорье уголовному розыску, следствию в их раскрытии. Павел Анатольевич отметил, что исследования в лаборатории проводятся исключительно в рамках уголовных дел. В 2018 году на базе ДНК-лаборатории было выполнено 465 экспертиз, которые помогли раскрыть многие преступления. Виолетта Ефименко, Светлана Разганова, Десна ТВ.